Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Нидерланды дают добро. Голландия ратифицировала соглашение об ассоциацию Украины ЕС. Что дальше? Убийство в столице. Кто заказал бывшего директора Укрспирта и был ли у него шанс выжить? За границей нам поможет? Зачем отстраненному главе ГФС Роману Насирову срочно нужно в США? Охота на паспорт. Как выжить в очереди за биометрическим документом? Дождались. Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украины ЕС. В Сенате набралось достаточное количество голосов. Эта страна была одной из самых сомневающихся. И вот сегодня решение все же было принято в нашу пользу. Насколько ближе Украина стала к Евросоюзу после этого? В вопросе разбиралась Елена Абрамович. Она находится в Брюсселе и на прямой связи со студией сейчас. Лена, добрый вечер. Расскажи, как проходило это голосование и какие перспективы оно открывает для Украины? Наталья, в Сенате проголосовало уверенное большинство. 50 голосов за, 25 против. Нидерланды пришли к этому решению последними из-за референдума прошлой весной. Евроскептики решили спросить у голландцев, поддерживают ли те ратификацию соглашения. И 60% страны проголосовали против. Позже аргументы евроскептиков сочли безосновательными. И вот теперь голландский парламент дал добро. Президент Украины приветствовал это решение и вот, что он сказал в своем заявлении. Единым фронтом мы отримали важливую победу. Единым фронтом мы отстояли угоду про ассоциацию, дорогу до которой 3,5 года тому открыли участники Евромайдана и Революции Гидности. И уже первый год тимчасового использования угоди продемонстрировал, насколько высокий потенциал она имеет для Украины. Набуття чинностей угоди про ассоциацию, зону свободной торговли и безвизовый режим с Евросоюзом, который стартует ровно за 10 дней. Это очень важные кроки на нашем шляхе до объединенной Европы. И мы твердо налаштованы идти к нашей стратегической метке. Это гарантия нашей свободы, независимости и территориальной целостности. Европа – это наш цивилизационный выбор. Результаты голландского референдума имели рекомендательный характер и премьер Марк Рюте сопроводил текст соглашения своеобразной объяснительной запиской, так называемой декларацией, которую утвердил и Евросоюз. В ней гражданам растолковали. Соглашение – это не шаг к вступлению Украины в ЕС, речь не идет о дополнительной финансовой помощи Киеву и документ не дает право украинцам жить или работать в странах Евросоюза. Теперь после голосования в Сенате осталась формальность, ратификация, грамоты. Ее передадут на подпись Королю, затем отправят в Брюссель. Через месяц после этого соглашение вступит в силу. Может быть, даже до июльского саммита Украина ЕС. По крайней мере, так надеется президент Еврокомиссии. Он уже поздравил Украину. Сегодняшнее голосование в Нидерландском Сенате дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям. Место Украины в Европе. Будущее Украины – это Европа. Документ имеет много преимуществ. По мнению вице-премьера по вопросам евроинтеграции, это сотрудничество в самых разных областях. От образования и здравоохранения до развития бизнеса. Экономическая часть соглашения на временной основе заработала еще полтора года назад. Украина и ЕС постепенно переходят к беспошлиной торговле. Теперь же в силу вступит и политическая часть. В Сенате Нидерландов подчеркнули. Поддержали документ не только в знак солидарности с инициативами Брюсселя, но и чтобы помочь Киеву не сбиться с европейского пути. Студия. Спасибо, Лена. Елена Абрамович была с нами на связи из Брюсселя. Ратификацию соглашения Украины и ЕС поддержали в оппозиционном блоке. Однако оппозиционеры считают, что нужно пересмотреть экономическую часть документа, поскольку, по их мнению, значительных улучшений в этой сфере нет. Более того, экспорт в страны Запада в прошлом году снизился, хотя зона свободной торговли с ЕС действует уже три года. Поэтому депутаты требуют от власти больше поддерживать наших производителей и пересмотреть квоты на сельхозпродукцию. Ну и буквально две недели осталось Украине до старта безвизового режима с Евросоюзом. Украинцы массово ринулись оформлять биометрические паспорта. Выдерживают ли отделение миграционной службы натиск стремящихся в Европу, выясняла Ирина Романова. Киевлянка Наталья Карпенко собралась с семьей на отдых в Европу. У нее и мужа, говорит, шенген, а дочери решили оформить биометрический паспорт. Насколько быстро можно его сделать, пришла узнать в Подольский райотдел миграционной службы. Записаться в электронную очередь можно не только в райотделе, но и на сайте ГМС. Но, как оказалось, только теоретически. А это уже Шевченковский райотдел миграционной службы. Юрий за последние полтора месяца здесь уже третий раз пришел за паспортом. Говорит, оформить его целая эпопея. Можно прийти там о 6-й и ждать до 10-й или 11-й. Потом мы отримываем талончик, например, и ждем три недели. Потом приходим о 6-й, ждем до 11-й. Тут люди, чтобы просто сдать документы. А потом третий раз мы приходим, чтобы отримать. Оперативнее день в день можно сдать документы на чипированный загранпаспорт в столичном документе на бульваре Шевченко. Стоит это до 1200 гривен. Но и тут без очередей не обойдется. Более 400 людей они вроде задания принимают. Ну, в принципе, черги рухаются шлипко. Приблизно 4-5 годин это все займает. Ажиотаж из-за биометрических паспортов в регионах, в Черкасах, после новости о безвизе, в райотделах миграционной службы, яблоку негде упасть. На весь город их всего три. В тесном и душном коридорчике центрального отделения в 10 утра уже полсотни человек. Это все, кого сегодня смогут обслужить. Нет умов, чтобы тут столько людей находилось. Но руководство выходит и говорит, что можно займать чергу, что не можно. Зависает система, потому что очень много людей кинулись делать загранпаспортов. Если раньше мы принимали под 20-30 человек в день, то на данный час мы принимаем 100-120 человек в день. Каждый день в Украине биометрические паспорта получают 20 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А количество отделений сотрудников тоже оправдываются в ГМС. Звучайно, что сейчас есть черги. Сейчас есть ускладение с запись до электронной черги, которая есть на сайте миграционной службы. Там есть обмежена количество мест. Но пока в госслужбе обдумывают, как улучшить сервис, конкуренты-частники не дремлют. Я сейчас пришла, три точки, где написано, что они делают терминовые загранпаспорты. Оформить могут даже за три дня. Правда, стоить это будет 3 тысячи гривен. В ГМС таких посредников называют мошенниками и советуют с ними не связываться. Будь-якие пропозиции, что до оформления паспорта дистанционного, без присутствия, в каком-то туристической фирме и так далее, это очевидно шахрайство. И такую информацию нужно сразу передавать до правоохранных органов. Впрочем, и в райотделах миграционной службы тоже не прочь подзаработать. Дело за 10 дней, срочно. Без очередей, без ничего. У кого есть знакомые, можно без талончиков. У вас знакомые? Да. 10 дней 1300 гривен стоят. Официальные расценки напоминают в миграционной службе таковы. Оформить паспорт за неделю до 900 гривен, за 20 дней до 600. Еще ведомстве уверяют, через месяц очереди в райотделах исчезнут. Ирина Романова, Станислав Кухарчук, Андрей Анастасов. Подробности, телеканал Интер. А пограничные с Польшей районы тонут в автомобильных очередях, которые выстроились с польской стороны. Как поясняют пограничники, причина в украинцах, которые ездят на нерастаможенных автомобилях, и каждые 5 дней вынуждены пересекать границу. В Польше, к примеру, сейчас более 60 тысяч машин, со владельцами которых являются украинские граждане. Подтвердить, правда ли это? Да, они должны пересекать польскую границу, раз в... Это правда, это самая важная причина. Выстрелом в спину. Сегодня в столице был убит бывший директор госпредприятия «Укрспирт» Виктор Панков. Он скончался на месте преступления после 15 минут ожидания скорой помощи. Был ли у него шанс остаться в живых, и кто мог выступить заказчиком убийства, разбирался Александр Васильченко. Начало 9 утра. В столичном районе Позняки раздается несколько выстрелов. Неизвестный стреляет в мужчину и скрывается с места преступления на красном Ауди. К раненому подбегают люди. Один из свидетелей вызывает скорую. Позже на своей странице в Фейсбук он написал. Первыми на место прибыли полицейские. Помощь раненому не оказывали, действовали хаотично. Все это время мужчина, в которого стреляли, был еще жив. Через 15 минут подъехали медики. Они уже констатировали смерть. Тем временем в полиции рассказали. Убит советник руководителя «Укрспирта» Виктор Панков. Во время стрельбы с ним была женщина. По данным следствия, Панков якобы заехал, чтобы ее забрать. При осмотре тела судмедэксперт обнаружил 4 раны. По мнению экспертов, убийство совершил непрофессионал. Киллер стрелял, не выходя из машины в спину. По предварительной версии, с пистолетом марки «Форд». Также на оружии не было гильзаулавливателя. На месте происшествия взяли гильзу калибра 9 мм. Следствие прорабатывает несколько версий убийства. Не исключает, что оно заказное. Отпрацевываются версии подеи. Одна из основных версий – это убивство, связанное с его профессиональной деятельностью. Прокомментировать убийство Панкова журналисты сегодня попросили главу МВД. Но Арсен Аваков в очередной раз предпочел отмахнуться и переложить ответственность. Вы путаете министра внутренних дел с главным следователем или с криминалистом. Давайте привыкать, что министр внутренних дел – это политическая фигура, не ведется расследование. У нас есть национальная полиция. За последний год количество резонансных убийств настолько велико, что ситуация уже напоминает 90-е. Ни одно раскрыто не было. А подчас Аваков не считает нужным отчитываться даже о ходе следствия. Вспомнить хотя бы убийство Павла Шеремета или трагедию в Княжичах. К слову, в компании «Укрспирт» это не первое нападение на менеджеров. Буквально два месяца назад в Киеве стреляли и избили битами замдиректора госпредприятия Игоря Ильчишина. О результатах расследования неизвестно. Что касается Виктора Панкова, то он не единожды становился главным персонажем громких скандалов. Последний связан с продажей нелегального спирта. По мнению экспертов, одним из мотивов убийства могут быть свидетельские показания, которые якобы давал Панков по делу своего бывшего шефа Александра Харта. Его обвинили в растрате средств предприятия на сумму 173 миллиона гривен. Эта отрасль генерирует прибыль в районе 10 миллиардов гривен в год. То есть в районе 500 миллионов долларов. Очень коррумпированная и очень криминализированная отрасль. Вероятно, это убийство может быть связано именно с борьбой за должность или за контроль над финансовыми потоками в этой отрасли. Скорее всего, более обострится эта борьба. В связи с убийством Панкова в Киеве объявили план перехват, но поймать киллера пока не удалось. Александр Васильченко, Диана Клочко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. С обысками нагрянули сотрудники Госфинслужбы в офис компании «Миранда». Именно она занималась разработкой программного обеспечения для системы электронного декларирования. Что искали фискалы и в чем подозревают директоры этого предприятия? Узнаем от Анны Каменевой. Ну, все, тумбочки, все-все, они перерывали, то есть все особенные вещи. Это Наталья Гранат рассказывает об утреннем визите правоохранителей. Она бухгалтер скандальной IT-компании «Миранда», которая разрабатывала программное обеспечение для НПК. Фискалы нагрянули в ее дом, поэтому адресу официально зарегистрирована фирма. Искать стали документы, связанные с «Мирандой». Они зашли, я их отпустила. Но, так как я знала, что документов нет, их нет, потому что прошла переверка. Все документы за три года, согласно запись ДФГС, были наданы проверяющим. Тогда нарушений в бухгалтерских отчетах, утверждает Наталья, не нашли. Но сегодня правоохранители не ушли с пустыми руками. Изъяли жесткий диск домашнего компьютера, говорит бухгалтер, и забрали все флешки. С утра пораньше нагрянули фискалы и в квартиру бывшего директора «Миранды» Юрия Новикова. Прокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов во время разработки программного обеспечения для Е-декларирования. Компания получила на это почти 97 тысяч долларов от ПРООН. Но часть суммы, по данным следствия, вывели через эстонскую компанию. Подозрения вручили Новикову еще 15 мая. Нам здаётся, что это спроба отвернути увагу от того, что результаты власного декларования не дослеживаются, какие идут заперечки, и вытягнули на публичность, и натискнут на компанию, которая разработала систему, которая даже сейчас не эксплуатуется. Но в прокуратуре Киевской области утверждает, эстонская компания использовала деньги не по назначению, при этом госбюджет недополучил почти миллион гривен налогов. Такую информацию разместили на сайте прокуратуры, однако от комментариев отказались. Впрочем, некоторые детали дела еще на прошлой неделе с трибуны парламента рассказал генпрокурор. Керевник Тов Миранда, некий пан Новиков, подписал угоду, доручил выполнение этих работ выкладчику Киевского политеху, а также его студентам, что они сделали. Пан Новиков замыслил эти деньги присвоить и ухилить себя от оподаткования. Таким образом, деньги, которые были заданы Тов Миранда, были выведены через фиктивную фирму на рахунки в Эстонию. Юрию Новику в Соломинской соцстолице будет избирать меры пресечения уже завтра. Анна Каменева, Елена Митясова, Вячеслав Ролов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Ну а пока фискалы ищут улики разворованных средств, их временно отстраненный шеф Роман Насиров ищет возможность улететь в США на лечение. С просьбой отпустить он обратился в специализированную антикоррупционную прокуратуру. И как заявил руководитель САП Назар Холодницкий, на просьбу Насирова ответят уже завтра. Напомню, главу ГФС обвиняют в масштабной коррупции. Роман Насиров был в антикоррупционном бюро и был в антикоррупционной прокуратуре в пятницу, где сообщил, что он оставил клопотание детективу НАБУ про надание дозвола для выезда за кордон, для ликования. И насколько он не поведомил устно, он надав все необходимые документы, которые подтверждают тяжкость хворобы и необходимость реабилитации в самой всей стране. Строки розгляда минают завтра от этого клопотания. Прокомментировал Назар Холодницкий также ситуацию вокруг нардепа от радикальной партии Андрея Лозового и его коллеги из Народного фронта Евгения Дейдея. Их подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. По словам главы САП, антикоррупционеры убеждены, что есть все основания для лишения этих нардепов неприкосновенности. Напомню, в незаконном обогащении подозревают и однопартийца Лозового лидера радикальной партии Олега Лешко. Причина – необъяснимо роскошная жизнь этого политика. Недавно стало известно, что главный радикал приобрел недвижимость на имя гражданской жены. Не владея бизнесом, супружеская чета прикупила особняк площадью 550 квадратов в элитном поселке под Киевом. Эксперты утверждают, что дом в этом месте тянет на 15 миллионов гривен. А сейчас Лешко затеял еще и шикарный ремонт в своем имении. На вопрос, откуда деньги, Лешко не отвечает, и теперь это предмет расследования НАБУ. А вот коллеги по парламенту, в частности Надежда Савченко, убеждены, что Ильишко и его однопартийцы приторговывают голосами. А вот кто финансирует политическую силу Олега Лешко? Финансовые источники радикальной партии тоже должны представлять интерес для антикоррупционных органов. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Журналисты, независимые агентства, которые проводят расследования, утверждают, что радикальная партия в течение всего этого времени финансировалась, продолжает финансироваться олигархическими структурами. Туда вливаются средства, награбленные украинского народа. И таким образом Олег Лешко вместе со своей бандой продолжает поощрять коррупцию и дальше перебанят украинский бюджет. Мы требуем от имени ряда народных депутатов, общественность провести расследование со стороны НАБУ настоящего происхождения доходов Олега Лешко. Предлагает Сергей Каплин разобраться и с высокими надбавками, которые выписывают себе министры и чиновники. По его словам, общая сумма премиальных за минувший год достигла 6,5 миллионов гривен. Чего только стоит прибавка к зарплате главы МВД Авакова в размере 50 тысяч гривен. Впрочем, министр оказался скромнее главы САП Назара Холодницкого. Его премиальные составили почти 150 тысяч, и это в то время, когда украинский бюджет едва выдерживает повышение минимальных зарплат. И вот снова на взятки попалась крупная рыба. Во всяком случае, так утверждают закарпатские правоохранители. Меченые деньги нашли у мэра ЧОПа и депутата ЧОПского горсовета. Еще один соучастник – городской архитектор. Подробности далее. Полицейские пересчитывают меченые доллары. Их нашли в карманах депутата ЧОПского горсовета. Видео сняли местные активисты и выложили в интернет. Это ваши грешные кошты? Нет, это не мои. 65-я статья Конституции. А мэра ЧОПа буквально сняли с поезда, когда он ехал в командировку в Киев. В полиции сообщили, он тоже причастен к вымогательству денег у предпринимателя. Еще один соучастник – архитектор горсовета. Взятку якобы требовали у бизнесмена за выдачу разрешения на установку в центре города нескольких мафов. В данную группу входили депутат-посередник, депутат ЧОПской міськой рады, начальник отдела местобудования и архитектуры ЧОПской міськой рады, а также мэр города ЧОП. Загальна сумма отриманной неправомерной выгоды становится близко 4 тысячи долларов США. Сотрудники уверяют, ЧОПский горсовет сегодня работает в обычном режиме, хотя двери кабинета городоначальника опечатаны. Депутат ЧОПского горсовета Иштвантовт рассказал, все задержанные имеют средний достаток. Один из них, депутат, которого в полиции называют посредником, бывший милиционер, теперь на пенсии. Его супруга работает в полиции и сын тоже якобы хочет стать полицейским. У городского архитектора недавно умерла супруга, сам воспитывает двоих детей. Иштвантовт пускает, что предприниматель, на удочку которого попались ЧОПские чиновники, возможно подставной. Он представился как достаточно богатый человек с Днепропетровска, он предприниматель, хочет в ЧОПе что-нибудь открыть. И хотел бы поставить, в общем, обмен валют в будке. И в это время он предлагал всем, может чем-то поможет на развитие футбольного клуба. Все трое подозреваемые во взяточничестве задержаны. Завтра суд должен избрать меру пресечения. По факту получения неправомерной выгоды мэром, архитекторам и депутатам полиция открыла уголовное производство. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Многие прошедшие армию, как говорят заочно, все же будут служить. Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, прошедших военную кафедру в вузах. Об этом сообщили в генеральном штабе. Призывать будут офицеров в возрасте до 43 лет, имеющих степень не ниже бакалавра. Срок службы 18 месяцев. Сначала три месяца учебки, потом служба в воинских частях, незадействованных в АТО. Новшества коснутся и женщин, прошедших военную кафедру. В зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. За прошедшие сутки более 50 раз боевики открывали огонь по нашим военным. Сразу в нескольких местах противник использовал гаубицы и тяжелые минометы. Снова под вражеским огнем Красногоровка. Руслан Смещук расскажет все подробности. Это Сепарская. То есть, это в асфальте здесь торчало. Это после последнего обстрела. Повсюду воронки от вражеских реактивных гранат и минометных мин. Это передовые позиции под Красногоровкой. Последняя неделя одна из самых напряженных в зоне боевых действий на Донбассе. Боевики стреляют, а скорее накрывают наши позиции огнем здесь каждый день, как по часам с 5 утра, рассказывают наши военные. Используют боевики калибры потяжелее. Солдат Александр рассказывает, несколько дней назад по его позиции работал вражеский танк. Снаряд ударил в паре метров от него. Спасло то, что это был бронебойный, а не осколочно-разрывной. Я стоял здесь вот, деревом просто, чтобы был бронебойный патрон у него, то есть снаряд. И полетел он, то есть он там второй дуб, он то есть чесанул. Бронебойный он летит, то есть он сносит все на самом пути, а осколочно-разрывается. Позиции блиндажи противника тут в прямой видимости. Вот он завод, у них вот там за заводом они живут. А чуть правее вот это насыпь, и туда от завода до этой насыпи идут, у них окопы. И туда они приходят и по нам работают. Примерно с этого направления в воскресенье боевики вели мощный обстрел Красногоровки. Тогда по городу выпустили более 30 крупнокалиберных снарядов и ракет. Украинские военные рассказывают, стреляя по городу, российские наемники параллельно накрывали и эти позиции. По нам они работали минометами 82-ми, 120-ми. Все такое, что тяжелое, это они крыли по городу, ну дальняя артиллерия. А чтобы мы не отвечали, чтобы там могло работать, они нас накрывали 82-ми, 152-ми. Сейчас Красногоровка отходит от воскресного вражеского обстрела. В поликлинике уже разобрали поврежденные взрывами перекрытия и часть крыши. Засыпали некоторые воронки, забили целлофаном выбитые окна. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Майорчук. Подробности телеканал Интер. Дата встречи лидеров нормандской четверки пока не согласована. Об этом после встречи квартета на уровне заместителей министров иностранных дел заявил представитель Украины Вадим Пристайко. Дипломаты сегодня провели переговоры в Берлине. Они обсудили выполнение минских договоренностей и подготовку к встрече лидеров четверки. О необходимости провести переговоры на высшем уровне в последнее время заявляла и Украина, и Германия, и Франция. Сегодня было подтверждено, что французская сторона очень интересно проведет этой встречи. Немецкая сторона остается так же, как она была темно. Я так понимаю, что президент готов и встретиться фактически, когда будет возможность. Остается одна небольшая деталь Российской Федерации. Когда президент Путин будет готовы сесть за стил переговоры в рамках нормандийской четверки. Москва готова к прямым переговорам с Вашингтоном по регулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявили в российском МИДе. Там ожидают, что вскоре США назначат куратора в госдепартаменте вместо Виктории Нуланд, которая занималась украинскими вопросами при Обаме. Напомню ранее, авторитетным американскому изданию Washington Post стало известно, что администрация Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией относительно ситуации на Донбассе. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Сессия с дымком. Кто забросал дымовыми шашками Львовский облсовет? Между нами тает лед. Чем опасен отказ США от подписания Парижского договора по климату? Потасовки и дымовые шашки во Львовском облсовете, куда во время сессии прорвались радикалы. Когда полицейские попытались их угомонить, началась драка. Обо всем подробнее уже готова рассказать наш львовский корреспондент Галина Якушко. Она с нами на прямой связи. Галя, здравствуй. Что стало причиной таких действий радикально настроенных граждан? Добрый вечер, Наташа. Сегодня на сессии Львовского облсовета рассматривали вопросы социального развития региона. Возле здания собрались радикалы из национального корпуса АЗОВ, правого сектора и партии Свобода. Их представители находились в зале, требовали срочно проголосовать за обращение к президенту, продлить мораторий на продажу земли и национализировать все активы России в Украине. Депутаты заявление выслушали, но на голосование решили поставить, когда закончат с вопросами повестки дня. Это разозлило радикалов, и те из них, которые стояли на улице, пошли на штурм здания. Между радикалами охраной завязалась драка, в зале подожгли несколько дымовых шашек. Пострадала одна из журналисток, женщина беременна, и надышалась едким дымом. Ее увезла скорая. По словам врачей, существует угроза выкидыша. Кроме журналистки, пострадали 11 полицейских. Замглавы облсовета утверждает, повода для таких действий радикалов не было. За то, чтобы поддержать обращение радикалов к президенту, действительно собирались проголосовать. Что же касается радикалов, то ни одного из них полиция не задержала. Депутаты после возникшей потасовки поспешно покинули зал заседания. Следующую сессию назначили на четверг, когда и обещают обращение радикалов рассмотреть. Наташа? Спасибо, Галя. Галина Якушко о срыве сессии Львовского облсовета. В Львовской области сегодня день траура. Ровно год назад на Грибовицкой свалке начался пожар. Когда спасатели приехали его тушить, произошел обвал мусора. Под завалами тогда погибли три человека. Тело еще одного работника коммунальной службы так и не нашли. После этой трагедии свалку закрыли. С тех пор мусор, который свозили на полигон, колесит по всей Украине. А сам Львов утопает в отходах. Помочь Андрею Садовому решить мусорную проблему в правительстве пытались не раз. Даже землю выделяли для строительства перерабатывающего завода. Но мэр заявил, что этот участок не подходит. Сегодня премьер Гройсман в ответ заявил, что Андрей Садовой должен решать проблему самостоятельно. Я не могу ехать в другие места Львовской области или селища. И говорит им, приймите, пожалуйста, Львовские места смятя. Тут мае працювати Львовская мискарада. Андрей Иванович Садовый мае все зробить для того, чтобы всю проблему вырешити. Об этом премьер заявил во время поездки во Львовскую область. Сегодня Гройсман инспектировал, как продвигаются работы на трассе Львов-Тернополь. Глава Кабмина отметил, что будет инициировать увеличение финансирования на 5 миллиардов гривен. Эти деньги планируют получить, в частности, от спецконфискации. Оставляют желать лучшего и темпы работ в других областях и в Киеве. Премьер также напомнил, что в этом году на ремонт и строительство дорог будет выделено около 30 миллиардов гривен. Я считаю, что это очень важно. Это строительство и реконструкция этой дороги Львов-Тернополь, Хмельницкий, Вінниця, Умань и на Одессу. Съединить порты. И самое главное, что это международная трасса, по которой идут все потоки. Больше того, мы имеем сегодня и запровождение безвизового режима. Поэтому эта дельянка дороги имеет важное значение. И мы будем предлагать ее включение. В Черкассах рассматривали дело о заказном убийстве журналиста Василия Сергеенко. Напомню, в начале апреля 2014 года журналиста похитили из дома в Корсуне-Шевченковском, а затем зверски убили в лесу в нескольких десятках километров от города. Буквально две недели назад в Киеве был взят под стражу один из заказчиков Владислав Мельник. Сегодня суд отправил его под домашний арест. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. В обед возле здания суда начали собираться активисты. Судьи должны рассмотреть апелляцию об изменении меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве журналиста-майдановца Василия Сергеенко. Сейчас ключевый и кульминационный момент, потому что могут отпустить человека, которая организовывала этот жахливый злочин на замовление народного депутата. Речь идет о нардепе и владельце крупного агрохолдинга Геннадии Бобове. Активисты уверены, покойный журналист собирался публиковать материалы, компрометирующие олигарха. В ночь на 5 апреля 2014 года Василия Сергеенко выкрали из дома в Корсунь-Шевченковском и жестоко убили. Тело нашли в лесу. На видео следственного эксперимента один из исполнителей показывает, как это было. Здесь голова, здесь ноги были. Все, Федоров сказал, иди за лопатами. Все, и я пошел за лопатами. В тот момент, когда вы уходили, Федоров что-то делал? Да, он стоял над ним. Примерно вот на этом вот месте, вот на этом вот. Я обернулся и увидел, что у Федоровых вы как-нибудь. Вероятного организатора Владислава Мельника, которого задержали в Киеве, сегодня защищают сразу два адвоката. И оба заявляют, подозрения надуманные. И требуют сменить подзащитному меру пресечения на домашний арест. Обрутованность подозрения должна переговорить в том, чтобы были раскрыты ознаки. Это не можно считать належным предупрежденным документом. Гособвинитель отвечает, освобожденный Мельник может помешать следствию. После долгих дебатов суд отпускает Мельника. Содержание под стражей ему заменяют круглосуточным домашним арестом. Обязательно Мельника заявляться до следствия. За неслабить, брат. Это без анагистики. За такую хвалу. Да вы здесь не считаете. Я, конечно, урочированный, но я не могу оценить это решение суду. Решение апелляции на воскарживание, я его достаточно. На активистов все же решили оспорить решение, заблокировав и судей, и подозреваемого. Блокада продолжается и сейчас. За это время прокуроры успели предъявить Мельнику новое подозрение. И, скорее всего, его, похоже, оставят под стражей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Сегодня в нацкомиссии по регулированию энергетики рассматривалась ситуация с черкасскими облэнерго. Сотрудники предприятий несколько месяцев не получают зарплату, но, как заявил народный депутат Сергей Руды, компромисс был найден и до 15 июня работникам частично вернут долги. После того, как ввели пошлины против предприятий стран-агрессора, которые импортировали минодобрения в Украину, заработают отечественные, и это принесет доход в госбюджет. Потому что, поза минулую пятницу, комиссия, международная комиссия Кабинета Министерства Украины с вопросами торговли, ввела великие мити на российскую минеральну добровь, на чему она полягала, в частности, я, как народный депутат. Таким чином, она сделала конкурентно-знатную нашу продукцию, чего не было за последние, ну, минимум, півроки. Мы дали можливість українським виробникам працювати. Це дасть можливість з наступного тижня запрацювати азоту, почати заробляти кошти, і з цих кошти направляти кошти напряму на заробітну плату людям. Экономика или екологія? Америка в ожидании вердикта Трампа. Что будет с парижским договором по климату? Чем важен этот документ, и что ждет планету, если штаты все же откажутся его выполнять? Дмитрий Анопченко разбирался в проблеме. Это видео распространило НАСА. Год наблюдений со спутников и неутешительный вывод. 2016-й стал самым теплым за всю историю наблюдений. Как результат, в Арктике тают льды. Толщина снизилась до рекордно малой за всю историю аэрокосмических наблюдений. А площадь ледников всего за 35 последних лет сократилась на 2 млн квадратных километров. В НАСА уверены, это самое явное доказательство глобального потепления. Но Дональд Трамп в ходе избирательной гонки, да и раньше, не раз говорил, проблемы не существует. Глобальное потепление – выдумка. Мол, его Китай придумал, чтобы сделать Америку неконкурентоспособной. И теперь, став президентом, Трамп готов пойти на очень серьезный шаг. Отказаться от детища Обамы, парижского договора по климату. Документ и снижение вредных выбросов в атмосферу предусматривает. И выделение 100 млрд долларов в год для решения глобальных экологических проблем. Пресса с тревогой пишет, якобы Иванка пыталась отговорить отца, он взял паузу для размышлений, но затем сказал ближайшим советникам – США все-таки откажутся от обязательств, взятых прошлой администрацией. Якобы неформально Трамп поведал об этом и участникам недавней Большой Семерки, шокировав многих, в первую очередь Меркель. Дело в том, что без штатов глобальный проект, к которому 194 страны присоединились, не то чтобы терять смысл, но перестает быть таким эффективным. Сложно придется без американских денег. А кроме того, когда в Соединенных Штатах для своих предприятий все ограничения снимут, и другие страны могут последовать, к примеру, Трампа. Мол, какой смысл в этих мерах, когда американские заводы и фабрики их больше не выполняют? А вот новая администрация выиграет. Ведь если исполнять Парижское соглашение, в Штатах пришлось бы закрывать многие предприятия, не дотягивающие до экологических стандартов. А теперь рабочие места не будут потеряны. И Европа давит как может, и теперь вся Америка в ожидании, дрогнет ли Трамп, откажется ли от непопулярного экологического решения, или все-таки вот-вот подпишет его. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Усидеть в кресле любой ценой президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт снова обвел вокруг пальца депутатов ПАСЭ. Согласно договоренности, он должен был подать в отставку накануне, на заседание бюро ассамблеи в Праге, но покинул его, не выполнив обещания. Депутаты добиваются отставки главы из-за его скандального визита в Сирию в кампании российских депутатов. Согласно новой договоренности, судьбу президента ПАСЭ решит группа Европейской народной партии на следующей сессии, которая состоится в конце июня. Немецкий робот-священник, лекции в японской бане и самый дорогой Rolls-Royce от британских очумелых ручек. Об этом и не только в нашем обзоре. В храме немецкого города Виттенберг появился робот-священник. Его назвали Блэс Юцу, в переводе благослови вас. Робот способен цитировать Библию и благословлять прихожан женским или мужским голосом. Для этой цели его снастили сенсорным монитором, на котором можно выбрать тип голоса и вид благословения. Кроме этого, электронный священник может излучать свет ладонями. Массовое побоище во время матча. Американские бейсболисты напрочь забыли об игре, когда питчер во время броска попал мячом в пах сопернику. Пострадавший пришел в ярость и набросился на обидчика с кулаками. На помощь подоспели спортсмены из обеих команд, завязалась драка. Позже игру возобновили и со счетом 3-0 Washington Nationals, чей игрок и нанес заполучный удар мячом, победила команду из Сан-Франциско. В Японии решили совместить приятное с полезным. В Токио начали читать лекции в общественной бане, просто во время водных процедур. Решились на подобный шаг в надежде привлечь новых, молодых клиентов. Услуга платная, стоит подобной лекции 4 доллара. Фиксированных тем нет, все зависит от лектора. Им может стать кто угодно. Инициаторы акции полагают, без одежды люди равны. Поэтому способны быстрее преодолевать барьеры в общении. В аэропорту Дублина заметили зайца-курильщика. Ушастый с сигаретой в зубах пересек автостоянку. Его успела снять на мобильный одна пассажирка. Фото, опубликованное в соцсетях, моментально стало мегапопулярным. Вместе с тем, среди комментаторов нашлись и скептики, предположив, что в пасти у зайчика была не сигарета, а аномально большой зуб. В стране восходящего солнца прошли испытания сферического квадрокоптера. Летательный аппарат, оснащенный не камерой, как большинство дронов, а круглой рамой с множеством светодиодов. В полете она начинает быстро вращаться. Благодаря этому запрограммированные световые точки складываются в единую картинку. Сферический дисплей может отображать любую информацию. Этот аппарат планируют использовать в рекламе и в развлекательном бизнесе. В Великобритании продемонстрировали самый дорогой в мире Роллс-Ройс. Роскошная новинка обойдется владельцу 13 миллионов долларов. Кто является заказчиком, Роллс-Ройс Светтейл держит в строжайшем секрете. Известно лишь, что над эксклюзивной моделью работали несколько лет. Все собирали традиционно вручную. Отделка салона выполнена из редких сортов дерева, кожи и драгоценных металлов. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин